Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня снимаю будни мастера маникюра. У меня сегодняшний рабочий день с 10 утра, сейчас 9. Я уже в машине разогреваю, поеду пораньше. Потому что заказала новые цвета от Holy Moly и один такой черный с блестками от молоком. Топ от молоком заказала. В общем, хочу сейчас успеть выкрасить хотя бы часть какую-то, либо все, если успею. И покажу вам тоже, какие цвета новенькие. На сайте Нанайлс.эу сейчас скидки идут на Holy Moly продукцию, поэтому я как скидки вижу, сразу мне нужны цвета. Вроде бы хватает в палитре цветов, и сидят клиенты, не знают из чего выбрать. Но вот зашла на сайт, нужны были расходники, гели, пилки. Заказала еще и цветники. Погода у нас очень мерзкая, прям дождь утром был. И прохладненько. Пути 6 градусов. Показывает 6 градусов, но водка так себе лужа. Холодно и противно. В том видео показывала вот такого зайчика. Такой симпатичный, но воняет вообще ужасно. Нафталином каким-то со шкафа. Ужасный запах. Для красоты взяла. И взяла себе, заехала в Максима вот такой вот ванильный. Надеюсь, что он хоть будет вкусно пахнуть. А тут садишься в машину и пахнет какой-то антимолью. В общем, и решила вот такую. Сейчас повешу. Нет, наверное, потом повешу. Обратно с работы поеду. Я надзанималась спортом. Сейчас у меня хромаю. Вольно наступать. На ногу. У меня чуть-чуть бедра болит. Все, я приехала. В общем, я отзанималась во вторник. Сегодня уже получается пятница. Я отзанималась во вторник на фитбоди. И у меня вот эта внутренняя часть бедра. Потому что мы надевали резинки сюда. И вот так вот ногу. Не знаю, видно будет, как показать. Вот так вот ногу поднимали. И у меня теперь внутренняя часть бедра. Я просто иногда прям прихрамываю. Очень больно. Такая тренировка. Но вчера спросила у тренера уже на другой тренировке. На бодипамп пошла. Только на руки. Потому что ничего ногами делать я не могла. То есть мне очень больно. Какие-то движения такие. Эта часть очень быстро прошла. Ну, вот эти приседания, потому что привыкшая. А тут я взяла. До этого брала желтую резиночку. Она более такая легко. Ой. До этого брала зеленую резиночку. Она более такая легко растягивается. А тут что-то все так разобрали. Смотрю, синяя лежит. Сила синюю. И занималась. И старалась. Да, вот эти движения мы все делали. С резинкой на ноги очень много. И просто у меня на следующий день еще так. А вот через день вообще я просто встаю. И мне больно. Ну, как бы тренер сказал, что да, как бы на третий день, на четвертый только, наверное, пройдет. Более-меньше. Более, блин, прикрамывала. Я не знаю, что-то у меня камера как-то. Она иногда как будто мутная такая. Как будто фокусировать не хочет. У меня Canon G7X давно покупала. Она у меня упала еще. Помню, в Турцию мы летали всей семьей. И она у меня там так со стола упала. И после этого плохо объектив закрывался. Но снимала она, в принципе, хорошо. Качество было хорошее. А сейчас что-то снова как-то она как-то мутновато иногда. Не хочет фокусировать, даже когда уже настроено. Я тут оставила такой бардак. Убегала, когда из дома. В общем, сейчас буду выкрашивать гель-лаки. Кстати, у меня вот эти вот, которые леггинсы. Они у меня вот так вот уже свободны. Ну, будем считать, что они не растянулись. А это я так похудела. Они у меня такие стали более свободные. То есть, я вот одеваю. До этого они прям обтягивали. Кстати, вот лаки, которые я выкрасила от Mosaic. Такие достаточно красивые. Вот этот и этот уже сделала клиентка. Он хорошо наносится. Вот этот не полосит классно. Вот цвет пастельный. Обычно они бывают полосят. А этот как бы отлично. Вот этот я думаю, что буду на молочный гель или на молочную базу. Чтобы он был прям такой яркий. Потому что здесь он на прозрачной типсе. Ну, такой как бы. Ну, в жизни поярче выглядит, чем на камере сейчас я смотрю. Но все равно на белой базе или на белом геле будет вообще классно, мне кажется. Этот тоже уже одной сделала. И себе вот этот хочу потом сделать. Вот у меня лежит посылка с гель-лаками. Ну, блин, не могу я сесть выкрашивать гель-лаки, когда у меня вот такой пол, да. Не знаю, кто у меня последний был. Не надел, наверное, синие тапочки. И вот много грязи очень. У меня вот при входе стоят синие тапочки всегда. Да, если, ну, плохая погода, грязная, да, то прошу одевать. Бывает, что и тапочки оденут, протекают они, если совсем мокрая погода. Вот снежная была когда. Но все-таки вот она так не разносится по всему кабинету. Она как бы, ну, натечет здесь, быстренько протерла и все. В общем, приготовила свою швабру. Я показывала уже, у меня тут эта швабра веледа, приготовила. Сейчас пшик-пшик быстренько протру. Не знаю, успели я теперь лаки выкрасить. Вот так вот. Вот так вот. Еще открыла окошко, хотя у меня батарея совсем слабенько включена. Ну, в принципе, тепло сегодня здесь. Вот я в кофте, хотя, ну, думаю, ладно, проветрить пока пол помыла, чтобы быстрее подсох. Сегодня такая, конечно, погодка прям, ну, честно, отвратительная. Хочется сказать, что весна пришла. Вон на деревьях даже вижу, это верба или что, почки набухают. Но противненько. Не солнышко, не тепла. Ветер очень сильный и дождь. Тоже надо пыль будет протереть. Пыль, конечно, оседает очень быстро. Все-таки кабинет маникюра и прям подбешивает иногда. Постоянно приходится все протирать. Поэтому чем меньше всяких побрякушек, да, на подоконнике, тем лучше. Ну, вот эти две свечки мне нравятся красивые. Я в Пепко покупала вот эту сама. Уже ее жгла. По-моему, она ванилью пахнет. Я уже жгла ее. По-моему, она ванилью пахнет. Так зажигала зимой. И вот эта она прям новенькая вся. Я ее еще не открывала. Это мне клиентка подарила. На какой-то праздник, наверное, к Новому году или к Рождеству. Да, вот это мне клиентка подарила. Это я сама покупала уже, наверное, года два стоит. Они такие просто красивые. Говорят, что они не очень полезные. То есть там какие-то вещества не очень хорошие добавлены. Поэтому они стоят как бы не очень дорого. Так, еще одно задание у меня появилось. Я сейчас буду менять. Уже поменяла в ультразвуковой мойке. Чистую водичку залила 1 литр. И сейчас буду одну ложечку мерную вот этого средства. Очень классное. Оно хорошо отбеливает. Вот у меня получаются кусачки такие, которые уже были темные, да, от сухожара. Она их прям отбеливает отлично. То есть получается это для дезинфекции. 15 минут в растворе должны полежать инструменты. Ну, такое чувство, что какие-то даже с отбеливающими этими частицами хлорка немножко попахивает. Вот, поэтому сейчас добавлю вот мерную ложечку 20 грамм. И у меня пока растворяться будет этот порошок, пока клиентку сделаю, пока инструменты туда погружу. Вот так вот в инструкции написано, что где-то 15 минут вот он так вот в урлит, растворяется. То есть мойка сейчас не включена, ну, только в розетку включена. И вот он так вот растворяется. 15 минут порошку надо раствориться и позже погрузить инструменты и 15 минут их там подержать. Такая позорная ультразвуковая мойка, она не старая. Просто отклеилась сначала вот эта, Соник. Я в этом покупала в Мернейде. Отклеилось очень быстро вот это название. Не знаю, надо отковырять, наверное, все уже. Или заклеить чем-нибудь. Вот это все потрескалось уже, видимо, от этих средств. Сейчас многих блогеров смотрю, мастеров маникюра, у них модно вот печатать наклеечки, да, на специальном принтере. У меня не специальный, покупала уже, наверное, лет 5 назад вот фирма такой. И покупала для того, чтобы детям в садик, в школу писать имена на одежду, чтобы клеить наклеечки. В общем, они к нему продаются на Алиэкспресс куча разных вот этих, как они называются, ленточек вот этих клейких. То есть и желтого цвета, и синего, и розового, и белого, какого хотите. И вот у меня сейчас белая, тоненькая, есть толще, как бы он, то есть разных диаметров вставляется, разных диаметров вставляется кассета. Ну, единственное, что он такой увесистый, дофига батареек в него надо. Достаточно часто садятся батареек, но вот так вот печатает он. В принципе, мне нравится. Клеится хорошо, все, ничего не отклеивается, не отдирается. Вот такие вот цвета разные я взяла. Наверное, я сейчас не успею выкрасить, потому что 50 минут, у меня в 10 уже клиентка. Наверное, не буду начинать даже, только попечатаю наклейки пока для них. И потом позже, в течение дня, выкрашу все и покажу. Это вот такие цвета я взяла. Ну, так вот, на покажу сейчас топ. Заказала первый раз вот этот молоком. Сейчас очень популярно в Non-Niles. Они рекламируют именно вот эту фирму молоком. Топ такой вот, непонятно, ну, такой вот средний, наверное, не сильно жидкий, не сильно густой. Вот сейчас на клиентке попробую. Смотрю, как. Прикольно, что тут прозрачная такая кисточка. Мне кажется, удобно будет его наносить. Все, я отработала. Такая замученная. Глаза немножко высохли. Сейчас буду капать увлажняющими каплями. 4 часа вечера. Я часть уже наклеила, распечатала наклеечки. Часть еще вот не наклеила. Хочу рассказать вот об этом топе. Очень классный топ. Топ, наверное, один из лучших, которые я пробовала. Вот у меня, получается, был от Mosaic топ. Мне нравился. Он такой густоватый. Вот от Emine топ. Тоже он без липкого слоя, но он очень густой. У меня практически целая баночка. Я почти его не использую. Вот этот от Marinade. Вот у них от Marinade. Они все что-то у них с баночками. Если эти стоят давно. Ну, как-то. Если эти пользовались и, в принципе, их протереть, и нормальный вид будет, то вот у Marinade баночек либо крышка вся ползет, как-то все к ней прилипает, не очистить. Либо этикетки вообще просто очищаешь обезжиривателем или там ацетончиком, чтобы чистенькое было. И они вот все, короче, плохое. Вот этот топ очень жидкий. Но я как-то уже приноровилась к нему. Сейчас использовала. Marinade доски, это тоже Marinade доски. Вот они два. Еще я использовала какое-то время Holy Moly. Мне нравился очень топ. Но у нас что-то пропало. Нет его. Я не могу найти. И вот этот вот топ, думаю, теперь мой любимчик. Стоит почти полный. Этот я израсходовала. Там вообще капельки какие-то. Я просто оставляю эти топы, что если втиркой потом пользоваться, чтобы не жалко было какой-то топ, который старенький. Я уже не буду выкрашивать эти гель-лаки. Что-то я так устала. Я вот как села в 10 часов. Что-то подряд клиентки все шли. И каждая приходила пораньше. И вторая пришла пораньше. И третья пришла пораньше. И четвертая. Последняя пришла пораньше. И получается, что я тоже закончила пораньше. Я рассчитывала, что где-то до полпятого, до пяти буду. А сейчас вот еще четырех. Нет, я уже закончила. Но очень тяжело мне так без перерыва. без, не знаю, там кофе попить, отдохнуть. Просто посидеть. Да даже лаки выкрасить. То есть, так вот. Бывают такие дни, когда даже вот пять клиентов подряд, либо четыре. И что все так приходят на 15-20 минут раньше. Каждая. И как-то получается так, что вот одна выходит, сразу вторая заходит. Либо еще не успела одна выйти, уже вторая зашла. И не передохнуть даже. Вот. Я так не очень люблю. Я люблю между клиентов. Поэтому я всегда делаю в записях два часа. Даже если я делаю там за полтора часа этой клиентки, я делаю два часа запас. Чтобы мне там полчаса, мне нужно отдохнуть, выпить кофе, как-то отдышаться, немножко поразмять спину. Но и вот когда такие дни, когда подряд все, такие дни не так часто, но бывают. И как-то тяжеловато. Даже если закладывать вот эти полчаса, то они не спасают от клиентов, которые либо не знают, что выбрать, и с ними немножко задержишься, а другой придет пораньше. Ну, не знаю. Как-то почему-то такие дни бывают. Либо я медленнее работаю в этот момент, и уже следующие приходят, хоть и пораньше, но, в общем, не знаю. Это такой, наверное, отдельный разговор. Думаю, у всех мастеров такие дни были, когда вроде длинный день рабочий, и ты сидишь, после каждого клиента можно и отдохнуть. А бывает так, что просто подряд-подряд. Я что-то сегодня очень устала, а мне еще завтра выходить на работу, завтра суббота. Я вон вся в пыли. И как это? Можно снимать этот смешные ролики, да? Выпал был с работы все в пыли. У нас дождик на улице. На луже там вижу. Дождик идет. Погодка тоже не радует. Буду, наверное, видео на этом тоже заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, кто тоже работает мастером маникюра. Интересно послушать вообще ваше мнение по тому, какие перерывы нужны. нужны ли они или вам легче отработать вот так вот 4-5 клиентов отпилить и потом просто пораньше домой. Дома тоже кучу дел убирать. В общем, ладно, буду заканчивать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok